Здравствуйте! Вы смотрите iNews, программу о науке и высоких технологиях. В студии Вика Арефьева. Смотрите сегодня выпуски. Новая жизнь старых гаджетов. Самсунг превращает отслужившие смартфоны в полезные устройства для дома. А ученые находят способ, как сделать технику полностью перерабатываемой. Прозрачный электромобиль. В чем преимущество корпуса и стеклопластика? Что делать со старыми гаджетами? Если ваш смартфон или планшет еще в рабочем состоянии, его можно продать. В некоторых магазинах ослужившие свою электронику меняют на скидку или принимают на переработку. Однако не вся техника подлежит полной переработке. И процесс этот очень непростой. Если медные и алюминиевые детали легко использовать повторно в производстве, то, к примеру, с кремниевыми наночипами сделать что-то сложно. Ученые из Дьюхского университета США озадачились вопросом переработки электроники и недавно представили свое решение. Важный элемент компьютера – транзистор – разработчики смогли напечатать на обычной бумаге, используя чернила на углеродной основе. К слову, напечатать транзистор можно на любой гибкой поверхности. Такую деталь можно переработать полностью. И при вторичном использовании материалы практически не теряют своих первоначальных свойств. При этом сам процесс переработки очень простой. Устройство погружает в специальный раствор, где оно под воздействием звуковых вибраций и вращений распадается на углеродные нанотрубки и графен, которые можно использовать для повторной печати, и на нацеллюлозу, которая полностью биоразлагаема и может перерабатываться вместе с обычной бумагой. Как передает издание Сайтек Дейли, это первый в мире транзистор, напечатанный углеродными чернилами. Ученые надеются, что смогут вдохновить производителей на создание полностью перерабатываемых устройств. Однако авторы исследований считают, что вряд ли компании смогут перейти на новую технологию полностью. Тем временем производители техники тоже ищут пути экологичного обращения со своими товарами. Компания Samsung предложила покупателям не выбрасывать свои старые смартфоны, а подарить им новую жизнь. Компания разработала программы, скачав которые, можно превратить старые Galaxy в умное устройство для дома. Например, в аудиоконтроллер для детской. Когда ребенок заплачет, гаджет отправит соответствующее уведомление на смартфон родителей. Также устройство распознает лай собаки или мяуканье кошки, а затем докладывает об услышанном хозяевам дома. Другое полезное приспособление, которое можно получить из старого смартфона, это контроллер света в доме, который автоматически включает дополнительное освещение, когда в комнате становится темно. Пока такое обновление доступно только пользователям Америки, Великобритании и Кореи. На Украине разработали прозрачный электромобиль. Необычный транспорт недавно совершил свою первую поездку. Пока это только прототип, но уже вполне функционирующий. Авто может преодолевать путь в 100 километров на одном заряде батареи, что соответствует средним показателям современных электрокаров. Кроме того, капот машины оснащен солнечными батареями, которые дают дополнительное питание основному аккумулятору и продлевают запас хода еще на 30 километров. Разработчики предложили модульный формат конструкции, чтобы авто можно было менять под разные задачи, сделать его грузовым, либо добавить ряд задних кресел. Но главная фишка – это все-таки прозрачный корпус из полимерного материала, который не требует лакировки и не подвержен коррозии. По словам разработчиков, такой материал не только снижает затраты на производство и техобслуживание, но и значительно уменьшает вес машины – до 1100 килограммов. Над проектом работали ученые Восточно-Украинского национального университета. Разработчики прогнозируют, что их модель может занять место на рынке бюджетных электромобилей стоимостью от 12 тысяч долларов. На этом сегодня все. Смотрите iNews каждый день на телеканале «Татарстан-24» и будете в курсе всего самого интересного. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok